Хорошо ли на невесте сидит платье, красивый ли у неё свадебный букет. Всё, что шепчут гости, записывают микрофоны и фиксируют камера. Съёмочная группа, а также конкурентки по проекту пристально следят за всем, что происходит на церемонии. Максим и Кристина на этот шаг пошли сознательно, но не ради победы, а ради впечатлений. Чтобы попасть в число участников реалити-шоу, влюблённые решили отличиться и провести свою свадьбу в советском стиле. Конкуренты из Екатеринбурга своё торжество оформили в бирюзовом цвете. Пара из Нижнего Новгорода в осеннем стиле. Ельцевские молодожёны отличились тем, что организовали безалкогольную свадьбу. То, что сочинская свадьба запомнится многим, ясно уже сейчас. Правда, не столько своей задумкой, сколько незапланированными интригами. Правда, за это невесте пришлось поплатиться нервами. За день до этого у нас не приехали цветы. У нас совсем не было цветов, наш заказ потеряли, у меня было море слёз. Потому что у меня просто не было свадебного букета и пришлось хоть что-то искать. То есть это было 700 гвоздик, которые не приехали, это же стиле Советского Союза. А гвоздик мы нашли по городу, объехав всего 32. А ещё подвела погода. Вместо ожидаемого солнца на город обрушился ливень. В экстренном порядке меняли место проведения регистрации. С похудевшей невесты спадало платье. И самое обидное, за день до торжества были украдены все атрибуты, которые и должны были передавать на церемонии дух советской эпохи. Хрусталь, патефон, пластинки с советскими песнями, красные салфетки и даже бокалы жениха и невесты. Спасло то, что мы любим друг друга. Это действительно спасло. Мы для себя придумали такую примету, чем хуже свадьба, тем лучше жизнь. И я думаю, что надо следовать этой примете. Кульминационным моментом, добавляет Кристина, была упавшая фата на регистрации. Но вместе со всеми казусами молодожёны пережили и незабываемые минуты радости, которые им подарил этот проект. Да и гости совсем не грустили. Сочинская свадьба признана самой весёлой. К тому же главным фактором победы в телешоу «Четыре свадьбы» является не бюджет, а атмосфера и настроение самого праздника рождения семьи. Я вообще забыл про то, что у нас присутствует съёмочная группа, про то, что какой-то проект. Просто веселился, было здорово. В общем, они сделали всё, чтобы не помешать нам ни в коем случае на нашей свадьбе. Побывали в разных городах, повидали разные свадьбы, но, конечно, моя невеста вне конкуренции. Правда, победа в шоу зависит не от мнения жениха. Невесты сами оценивают фантазию и креатив конкуренток. Обладательницу главного приза романтического путешествия определят по сумме баллов. Результаты будут известны уже в пятницу, 21 марта. На нашем канале в эфир выйдет очередная серия проекта «Четыре свадьбы». Именно в этом выпуске можно будет увидеть свадьбу сочинцев Максима и Кристины Дмитриевых. Начало в 18 часов. Инга Габеша, Демин Даниловский, телекомпания ФКТ.